Здравствуйте. Ага, здрасте. Давайте знакомимся тогда. Меня зовут Валерия. Меня Николай зовут. Вы сказали, что у вас уже какой-то начальный навык есть игры на гитаре. Ну да, я две песни выучил, да. Хотел бы показать вам. Может, подскажете какие-то ошибки, или дальше можно её выучить. Да, вот, да. Хотел бы тоже продолжить с этого начать. Давайте тогда я вас послушаю. Я с Каподастром её сыграю. Тут одну песню выучил. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Класс. Можно вопрос. Вы блогер на каком-то ютубе? Где мне искать видео с приколом и разводом? Почему блогер? Вы чего? Вы признавайтесь. Вы, блин, офигенный фингерстайлер. Да, вам меня нужно учить, а не мне, а вас. Поэтому было приятно вас послушать. Ну ладно, ладно, да, вы меня раскусили, да, получается. Да, да, снимаю, да, видео. Вам надо было ещё эту маску наложить ребёнка, мальчика с бородой. Получился бы, ну, я бы поверила. И начать так с кузнечика, а потом перейти в что-то. Это было прекрасно, нет, вы очень классно играете, кстати. Вам респектую, это был рай для ушей. Ну, у меня ролик называется «Не притворяюсь новичком». Я как бы звоню и сразу показываю навык. У меня как бы нет задачи притвориться новичком. А-а-а. Это немножко по-другому, другой формат, чуть-чуть. Ну, я поняла, да-да. Я надеюсь, залечу в... Ваше видео залетит, вот, вы станете суперпопулярным. И, надеюсь, видео со мной залетит. Надо было, блин, как-то по-другому сыграть. Надо было сделать так... О, нет, блин, я-то... Ну, ладно. Ну, можете вы что-нибудь сыграть. Могу ссылку на ваш инстаграм, если оставить, если хотите. Ой, блин, да, было бы здорово. Я не фингерстайл, то есть у меня что-то такое более прям базовое. Я поэтому и пишу, что я новичков прям учу. А ну, можете самое лучшее свое сыграть, ну, что-что. Хей, все записывайтесь ко мне. Я не знаю, войдет это куда-то или нет, но я обучаю гитару. Это было Алена Швец. Изучаем только то, что вам нравится. Все, до свидания. Всем привет, ролик получился крутой, так что смотрим до конца. 3000 лайков и выйдет следующая часть. Также, если хочешь поучиться у меня игре на гитаре онлайн, то пиши мне вконтакте или инстаграме. И, кстати, хочу поделиться успехами моего ученика Максима. Он прекрасно владеет игрой на пианино и подбирает любые мелодии на слух. А также уже год учится у меня игре на гитаре. Максим, так же как я, снимает реакции в чат-рулетке и регулярно делает ролики, где всегда звучат новые песни. Вот несколько фрагментов из его видео. Привет! Так что подписывайтесь на канал Макс Стример, поставьте лайки и в комментариях можете написать привет от Николая Попова. Ссылку я оставлю в описании. Здравствуйте, Николай. У вас есть какой-нибудь опыт игры на гитаре? Может, играли раньше? Да, играл. Две песни играл. Какие? Точно не помню названия. Одну из них вот недавно учил. Могу сыграть. Может, посмотрите. Да, давайте. Может, подскажете нам какие-то ошибки, может. Или дальше, может, доучим это произведение. Да, конечно. Давайте. Если я его знаю, то, конечно. Спасибо. 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 Замечательно, Николай. Я не понимаю, почему вы обратились ко мне за уроками. Вы играете лучше, чем я, конечно. Я не умею играть фингерстайлом, как вы. Я не умею жать фейковые флажолеты, играть драм-партии. Ну я вот до сюда ее доучил. Спасибо. Ошибок как таковых не было. Не знаю, моментами были приглушенные струны, что звучало чуть-чуть некорректно. Можно было еще акцентов добавить, и было бы 12 из 10. Прекрасно. Николай, это прикол? Ролик для ютуба, наверное, да? Почему? Я думал, вы гораздо хуже. Я думал, вы уровня, типа, не могу зажать АМ. А вы знаете нотную грамоту? Да, да, знаю. Замечательно. Могу вам сыграть этюд. Он гораздо проще, чем ваше это произведение. Если оно вам понравится, можем выучить. Ну давайте, давайте посмотрим этюд. Ну интересно, да. Да, кстати, даже не на этюд, а на какую-то даже песню похоже немножко. Звучит как произведение какое-то. Ну, этюд, наверное, и должен звучать как произведение. А, ну, кстати, на самом деле, да, хорошо исполненный этюд должен звучать как произведение. Здравствуйте, видно? Да, здравствуйте. Меня зовут, так сказать, Херлан, представлюсь. Я не так давно обучаю. Расскажите теперь про себя, может, про какой уровень у вас на гитаре. Ну, я вот, да, начал учить песню, да. Я сейчас же 23 февраля, вот, я решил какую-нибудь песню разучить. Вот я начал прощание славянки, может, знаете. Я правильно понимаю, это по аккордам, да, у вас? Ну да, там, ну там по аккордам и ноты, там все вместе, да, и аккорды, и ноты. А можете наиграть? Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вы определенно, я честно скажу, определенно лучше меня играете на гитаре, поэтому я даже не знаю, чему, ну, я как бы не смогу, наверное, вас ничему научить уже. А вы давно играете? Да, уже давно играю, 21 год играю. А, ну, я тогда даже не знаю, что вам подсказать. Наверное, смысл этого урока, наверное, он исчерпан, потому что, ну, я не знаю, как вас научить, а у вас уровень достаточно очень хороший, я бы сказал. Ну, тогда извиняюсь, так сказать, за время. Может, вы найдете лучшего преподавателя, очень хорошего, но я очень надеюсь, кстати, потому что гитаристов не так много. Ну, на самом деле, это пранк был. А, пранк? Да. Ну, я обязательно зайду. Прям очень приятно, на самом деле, было. Здравствуйте. В первую очередь я хотел узнать, как вы хотите играть, перебором или боем? Ну, и так, и так, наверное, перебором. То есть, примерно так. Да. Ну, примерно так, да? Угу. Смотрите, начнем с расположения струн. Струн считается так. Вот эта вот струна, самозвонка, она считается как первая. Да, я хотел бы сказать, вот я уже выучил одну песню, хотел бы вот продолжить дальше. Сейчас 23 февраля скоро, и вот я выучил одну песню военную, хотел бы сыграть ее. Может быть, дальше сможем ее выучить. Угу. Ну-ка, сможете сейчас наиграть, что вы научились? Ну-ка, сможете сейчас наиграть. А вы что хотите конкретно узнать? Ну, дальше-то там просто есть продолжение. Ну, что-то там такое, я вот не доучил. Ну, я вам-то сам скажу. Я сам самоучка, я сам через интернет тоже учился. Вы очень отлично играете. Я думаю, продолжать не будем. Мне все больше кажется, что вы просто снимаете видео для Ютуба, там, где учителей новичками притворяют. Вы реально очень хорошо играете. Притворяется или не притворяется? Притворяется. Я не притворяюсь. Здравствуйте. Ох, вы уже с гитарой. Здравствуйте, да. Понятно. Так, а вас интересует вокал и игра на фортепиано, правильно? Или на гитаре? На гитаре. На гитаре. Так, а у меня в объявлении заявлено, что я именно преподаватель по вокалу, по фортепиано и по укулеле. Гитару я не преподаю. Ну, я вам писал по гитаре. Нет, я вас спросила. Вас интересует вокал и игра? Вы такие, да, вокал и игра. А, да, я написал. Хочу взять урок, да. Я не уточнил, что по гитаре не написал. Вот с гитарой я вам помочь не могу. Только если с вокалом и фортепиано. Значит, я, видимо, перепутал. У вас еще и гитара такая крутая. И конференцию создали. Тут еще такая ситуация получилась. Я на самом деле вообще, я снимаю еще пранки. Да? Ну, я думал, что вы преподаете гитару на самом деле. А-а-а. Прикольно. То есть, короче, надо мной не удалось этот пранк провести из-за того, что я гитару не преподаю. Да, как бы. Так вы, может, профессиональный гитарист, нет? Ну да, я профессиональный гитарист. А-а-а, понятно. А, ну, может, кстати, вот, может, вы сыграете на пианино что-нибудь, например? Давайте, может. Давайте, может быть, я вам песню спою с инструментом. Ну, давайте. Я могу вам исполнить свою акторскую песню? Да. ПЕСНЯ 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 А также записывайтесь на урок к Нике. Ссылку я оставлю в описании. ПЕСНЯ ПЕСНЯ